Друзья, приветствую! С вами Александр Демченко. Это означает, что вы на YouTube-каналах Дмитрий Гордон в гостях у Гордона. У нас сегодня с вами потрясающий гость. Я, конечно, много и долго могу перечислять все его регалии и награды и говорить о том, что он четырежды был номинирован на Оскар и получал золотой глобус и выигрывал Каннский фестиваль и премию Сезару французскую. Но для меня это всегда будет человеком, который создал мой любимый 1 плюс 1. Те самые легендарные плюсы, на которых я вырос. Александр Роднянский у нас в гостях. Александр Ефимович, здравствуйте. Рад вас видеть. Добрый вечер. Спасибо за приглашение. Друзья, перед тем, как мы начнем, я вас призываю ставить как можно больше лайков, оставляйте свои комментарии, ну и, конечно же, не забывайте подписываться на все наши YouTube-площадки и прошу вас подписаться, те, кто еще этого не сделал, на Instagram Александра Роднянского. Там вы найдете много чего интересного. Я читаю и вы читаете. Александр Ефимович, вот когда вы смотрите на весь этот кровавый ужас, который устраивает Россия в отношении Украины, на нападение Ирана на Израиль, на то, что может произойти на Тайване. Какой у вас фильм, какая картина появляется сразу перед глазами, сразу возникает в мыслях, когда вы видите весь этот ужас? Ну, слушайте, картин нам достаточно. Мы много, честно говоря, смотрели и фильмов, и документальные хроники, связанные с войной. Это, к сожалению, мы имеем возможность видеть ежедневно на телевизионных экранах из той или иной страны, а мы-то с вами из Украины. Тут всё понятно. Проблема в другом. Вы объединили вольно, естественно, сознательно, объединили страны, которые входят в число потенциальных глобальных кризисов и которые можно считать частью некой новой, того, что называют глобальной, то бишь мировой войны. То есть, понятно, совершенно стало за последние годы, что повторение войны мировой в том виде, в котором были первые две, скорее всего, не будет. Что новая мировая война, если таковая, не дай бог, случится, будет совершенно иной. И вот огромное количество экспертов, в том числе уважаемых и серьёзных, из разных стран мира утверждают, что эта война объединит огромное количество участков, что ли, этого глобального фронта, вот таких войн, как та, что происходит сейчас в Украине в силу агрессии Российской Федерации, или та, которая вот уже последние 75-76 лет практически идёт на Ближнем Востоке, а после 7 октября снова перешла в активную, это бежгорячую фазу. И та возможность, о которой говорят, естественно, в связи с Тайванем, то есть о гипотетической агрессии Китая, или о возможном ударе Северной Кореи по Корее Южной, и так далее, и так далее, это всё связано с тем, что мы, ну как бы для удобства, называем для себя процессом передела, очередного передела мира. То есть группа государств, недовольных своим статусом, положением, наличием определённого мирового порядка, определённой системы международной безопасности, группа этих государств по факту объединилась, ну объединилась, может быть, не в военном смысле, но, безусловно, в политическом, и координирует свои усилия в борьбе за изменение мирового порядка. Скажем так, вот что мне приходит в голову в первую очередь. Мы с вами столкнулись с тем, что огромное количество мирных украинцев, и мы говорим прежде всего о том, что касается НАСКС, естественно, погибают в том числе из-за абсолютно нездоровых, я бы даже сказал, построенных на каких-то дешёвых конспирологических теориях попытках изменить состояние дел в огромном мире, то есть добиться того, чтобы они получили право на жизнь по-своему, вне тех правил, которые мы называем международными законами, регламентами, и всем тем, что обеспечивало миру несколько десятилетий мирной жизни после Второй мировой войны. Вот сегодня, к сожалению, то, что на самом деле, в чём были уверены, скажем, ваши родители, и даже мои родители, оставляя этот мир, вот скажем, нам, в том, что невозможно повторение новой об огромной войне, каковую пришлось пережить нашим дедушкам и бабушкам, вашим, наверное, прадедушкам и прабабушкам, а вот Второй мировой, что это уже невозможно. К сожалению, то, что мы видим сегодня, где приводит нас к ужасной мысли, что всё возможно. Но вот знаете, что очень раздражает? Вот на фоне колоссальной этой ужасной атаки по Чернигову, унёсшей огромное количество жертв человеческих, и много очень раненых, и много очень убитых, и каждый день этот Путин бьёт и по Одессе, и по Харькову, и Кривой Рог, и Днепр, и Сумы. Колоссальное количество просто городов украинских он пытается стереть с леса земли. И вот французы пригласили Россию, не Путина, правда, но представителей России к себе по случаю церемонии относительно высадки, которая случилась в июне 1944-го в Нормандии, в войск союзников. И вот меня это настолько цепляет, я не знаю, как вас. Мне кажется, ну как такое может быть, да? Да, не Путин. Но как они разделяют Путина, преступника, и Россию? Это же российские, эти военные убивали людей в буче. Это же российские дипломаты говорили, что ничего не происходит. Ну и так далее. Ну понятно. Слушайте, тут два ответа на ваш вопрос. Один очень простой. В Европе есть очень сильный сантимент по отношению к итогам Второй мировой войны, особенно во Франции. Поскольку у Франции была сложная история во Второй мировой войне, она большую её часть провела на стороне Германии. И первым ударом британской армии, как вы, наверное, знаете, британских воздушных сил был удар по французскому флоту, перед тем, как он перешёл бы в руки немцев в соответствии с мирным договором, который должны были подписать маршал Петтен с руководством нацистской Германии. Но это сложная история, возвращаться к этому не нужно. Тем не менее, французы были среди победителей Второй мировой войны, и они подписывали пакт о капитуляции со своей стороны, что в своё время, ну, очень многие повторяют эту фразу, то ли Кейтеля, то ли Йодля, подписывавших с немецкой стороны, которые, увидев французскую делегацию, посмотрели на неё, кто-то из них посмотрел на неё и сказал, «А эти тут что делают?» Ну, это знаменитый, ну, квази-исторический анекдот, но так или иначе у них сложная история и сантимент по отношению к итогам Второй мировой войны, жертвам и желанию, так сказать, обеспечить мир в Европе колоссально. Поэтому Советский Союз, правоприемником которого считается Россия, ну, так случилось в силу множества причин, не будем в это вдаваться, считается, ну, конечно же, ключевой державой победительницы. Естественно. И когда проходит очередная церемония, связанная со Второй мировой войной, они к себе приглашают. Это понятно. Дальше. Изоляция мировая такая, международная изоляция России по всем фронтам, ну, скорее всего, невозможна, несмотря на все попытки. Понятное дело, что Путин и эта война всё же Путина, а не тех всех военных и дипломатов, о которых, мы сказали, все виновные эти люди, которые причастны войне, которые участвуют, которые с оружием пришли на территорию Украины, которые хотят прийти, которые поддержат, всё это ясно. Но, тем не менее, не было бы Путина, не было бы его приказа о вторжении, не было бы никакой войны, никаких военных, и дипломаты бы говорили, строго говоря, совершенно обратные вещи. Это тоталитарная страна, в которой выполняются приказы, так сказать, тоталитарного лидера, каковым на сегодняшний день является Владимир Путин. Вот и всё. Значит, изолировать их, к сожалению, наверное, не получается. И, кроме того, это не оказывает влияние на, к сожалению, на, собственно говоря, Россию. Потому что и изоляция, и санкции, экономические или индивидуальные, были направлены на то, чтобы лишить Россию возможности финансировать войну. Ну, понятно, да? Если экономические санкции, ну, нужно ограничить возможности. Индивидуальные, соответственно, заморозить деньги огромного количества предпринимателей российских, крупных прежде всего, с тем, чтобы эти деньги не попали в Россию. Но вышло в итоге, эти санкции не были продуманы, на мой взгляд, разумно. Я не большой специалист в этом, но я вижу, что Россия в любом случае финансирует войну и готова финансировать её ещё достаточно долго, к глубокому сожалению, что экономика её функционирует. А многие, так сказать, индивидуальные предприниматели, которые жили себе спокойно на Западе, вернулись обратно и вытащили, кто сколько сумел, ну, деньги обратно в Россию. Это принесло, ну, честно говоря, такие условные эффекты. Поэтому на сегодняшний день на Западе, ну, как бы думают и считают для себя возможным искать какие-то иные варианты решения вопроса давления на Россию. И это более сложно. У нас же с вами эмоциональная реакция, прежде всего. Вы правильно сказали, вас это чудовищно возмущает. Это, конечно, возмущает. Ну, как может не возмущать условное присутствие российских спортсменов в тот момент, когда украинские воюют? Ну, как на болезни соревнованиях? Украинские погибают, спортсмены, и мы их многих знаем. Я прекрасно понимаю логику, почему там отдельные, индивидуальные, приличные ребята, которые, ну, даже выступили против войны российские, выступают под нейтральными флагами. И мне это понятно. У них жизнь проходит, они там живут до 35 лет. Но, простите, такие же ребята, точно такие же, как минимум по возрасту, в этот момент, ну, как бы на войне. Это ужасно. В этом смысле мы, к сожалению, с вами не найдём понимания в огромном количестве стран, которые всё-таки понимают для себя другую логику. Да, знаете, после обстрела Ираном Израиля очень многие украинцы начали задаваться вопросом, ну, почему же Израилю, американцы с британцами, даже и Ордания с Египтом помогали, и даже Саудовская Аравия… Аудиты, да. Да, да, и даже Саудовская Аравия помогали сбивать эти бесчисленные дроны, а нам не помогают. Это правильный вопрос, как минимум эмоционально правильный вопрос. Почему не помогают? Ну, знаете, ответов, опять же, много, но тут в нашем с вами разговоре, в этом контексте, о котором мы сейчас говорим, важен очень простой. Не хотят конфликта с ядерной державой, с той державой, у которой 10 тысяч ядерных боеголовок. Все боятся, не хотят обострять, не хотят эскалировать. И в результате оказывается, что Украина в данный момент, ну, такая она фактически на передовой линии фронта, Запад чего-то помогает, конечно, и спасибо всем, кто помогает, где-то тормозит, и это очень жаль, потому что, если бы все приходило вовремя, то, может быть, и война шла бы совершенно иначе. Дуже часто питание до меня, как я стал успешным и много. Просто я прожив таке життя и получил такой опыт, который привел меня до того, что я сейчас имею, и я очень благодарен за это. Я уверен, что каждый, кто прожил бы, как я, и сделал свои правильные висновки, мог бы стать таким успешным, как и я. Но чтобы получить опыт Дмитра Гордона, вам не обязательно полностью проживайте моё життя. Я запускаю особистое наставничество «Ближнє коло». Это не тренинг и не навчание. Это открытие многих дверей, которые вам, кажется, зачинены. Количество ограничено, а участников я буду выбирать лично через анкету. Это мой практический опыт и опыт моих друзей, которые вы сможете реализовать в своем жизни и бизнесе. Среди моих друзей и экспертов неимоверные люди, которые много достигли в своем жизни. Чтобы выполнить анкету и узнать больше о программе, переходите за посыланием. Вот знаете, Александр Ефимович, это очень важная метод, на котором вы бы сказали, потому что сейчас Джо Байден выпустил колонку Wall Street Journal, которая называется «Время истины». И мы видим, что уже представлен законопроект в Конгрессе, в Нижней Палате. Не будем вдаваться в подробности, это за нас делают аналитики, которые специализируются, профессиональные американисты. Но как вы считаете, вот если не будет проголосован в очередной раз этот законопроект, этот или иной, не имеет значения, к чему они там уже придут, демократы и республиканцы. Это будет, если не самое, то может быть, одна из самых катастрофических и серьезных ошибок Америки в современное время? Ну без сомнения. Ну конечно, ну естественно, но раз Америка втянулась, она же втянулась, она поддерживала Украину на всех этапах. Она поддерживала задолго до войны, политически, она стояла, она понимала, с чем имеет дело. Американцы же не открыли для себя существование России позавчера или прямо перед войной. Они прекрасно знали, с кем имеют дело. Ну может они сомневались, вы думаете, с тем, что Путин начнет войну, но они же предупреждали Украину, что он ее начнет. Они же в октябре, в газете «Вашингтон пост», эта утечка была о том, что война, что готовится вторжение, они же об этом знали. То есть они же не имеют дела с неожиданностью, с которой не могут никак справиться, проанализировать и, так сказать, принять разумные решения. И они приняли в этих обстоятельствах для себя какие-то ключевые решения поддерживать Украину. Они вложили огромное количество денег, они отправили огромное количество оружия, они были частью, прежде всего, я бы сказал, ключевой частью организации всего западного сообщества «Помощь Украине». И, простите меня, не довести это до конца, ну, конечно, ключевая ошибка. Тогда зачем было все это? Тогда надо было с первой секунды садиться и пытаться договариваться. И тем более, что Путин-то ведет переговоры с ними, он же не Украине представлял ультиматум, он же не к Украине обращался со своими воззваниями о безопасности в Европе и об опасности у границ России и НАТО. Это же не украинская проблема, это проблема Большого Запада. Значит, развита проблема Большого Запада, он и должен решать. Просто украинцы сегодня оказались, так сказать, ответственными, фактически заложниками этого огромного конфликта России по отношению к коллективному Западу. Ну, как мы не хотим это, так сказать, от этого уходить. Понятно, что там есть и свои отношения с Украиной, и такое, как бы, давнее, имперское, имперский рессентимент по отношению к стране, которую они привыкли считать неотъемлемым атрибутом, если хотите, своей имперскости. Но, тем не менее, это главные проблемы остаются, это проблемы, связанные с вызовами Америки, как гаранту современной международной безопасности, единственной сфер державы на протяжении нескольких десятков лет. Соответственно, если они, что называется, предадут Украину, оставят ее на произвол судьбы, то, во-первых, и гроза для них не уменьшится, а только увеличится, потому что Россия же только укрепится в этой ситуации, и, соответственно, вызовы для них вырастут в значительной степени. Иными словами, это будет категорическая ошибка во всех смыслах. Кроме того, Китай, который для них является ключевым вызовом в современное время, ну, то есть, примет это как сигнал действия тоже, потому что, ну, очевидно совершенно, и будут уже действовать. Я не буду говорить о том, что они там немедленно начнут там вторжение на Тайвань или там произведут что-то еще, но, безусловно, они примут свои, как бы, они сделают свои выводы и примут определенные решения. Поговорим немножко о других вещах, точнее, о другом человеке, о Бали Борисовне Пугачевой. Вот я исполнил о 75 лет. Это великая певица. И Путин, он ей не дал статуса иноагента, но вместо этого запретил на всех федеральных и нефедеральных каналах крутить фильмы о ней, на радиостанциях крутить песни, которые она когда-то исполняла, или песни, которые ей посвящены. Как вы считаете, Путин боится Пугачева? Ну, слушайте, Путин создал систему, это уже работает система. Понятное дело, что никто не ходит к Путину с вопросами на тему «Дайте, можно выпустить по радио песню спругу Пугачева или по первому каналу очередной фильм в ее честь?» Ну, конечно, не ходит. Просто все знают, там же очень квалифицированный и эффективный менеджмент страны. Они прекрасно понимают желание и политику своего лидера и действуют в соответствии. Ну, а раз Алла Борисовна сделала свой выбор, сделала свой выбор, ну, как бы, Максим, ее, простите, муж, ну, как бы, иноагент, более того, выступающий регулярно с очень ясными, внятными и жесткими заявлениями. В той ситуации, когда ему был этот статус дикий присвоен, по-прежнему, я считаю его диким, неприличным просто. Не потому, что, ну, как бы, у меня он тоже есть, ну, а просто потому, что он шизофренический. Особенно, знаете, там, когда дают, типа, меня или еще там, но несколько человек, которые не являются членами, ну, как бы, гражданами России, статус иноагента. Ну, то в этом случае дайте еще 7 миллиардов людей. Ну, неважно, это уже так по ходу. Короче, когда Галкину этот статус позорный дали, позорный в смысле для тех, кто дает, Алла Борисовна выступила же очень жестко. Она сказала, дайте тогда и мне, дайте и мне, ну, совершенно ясно, она поддержала. Кроме того, они переехали. Она не хочет с ними иметь дело. Она больше их. Да, она всегда была больше их. Она всегда была больше всех правительств Российской Федерации. Они прыгали вокруг нее. Это древняя шутка, о которой вспоминать даже уже неприлично, насколько она древняя, по поводу того, что Брежнев был мелким политическим деятелем эпохи Аллы Пугачевой. Она давно стала уже банальным и абсолютно в общем правдивым отражением реальности. Да, именно так. Она была больше всех. Они все приходили к ней за одобрямцем. Они все сидели рядом с ней, потому что она была огромной популярностью, настолько невероятной. Может быть, она последний человек на территории бывшего Советского Союза, равнолюбимый в странах ныне независимых и даже воюющих между собой. Все равно, как бы, и россияне ее любят, эта российская певица, очень многие. И украинцы ее любят, несмотря на то, что мы воюем. Потому что она больше, государство, в котором она жила, и гражданином, которого она является. Она много более значимая. Она первая запела о подлинных чувствах. Вот на эстраде мертвой, где стояли прибитые гвоздями к сцене исполнителей и время от времени разводили руками, адресуя в микрофон свои песни, она вдруг начала двигаться по сцене и петь о себе, о своих чувствах, о тоске, о грусти, о страсти, о страсти, о тоске по любви, желании любви, о самой любви и так далее. И это настолько срезонировало с чувствами миллионов людей, сотен миллионов людей, что она навсегда осталась. У каждого из нас есть свои любимые песни Пугачёвой. Даже у мужчин, даже у молодых людей какие-то есть. Понятно, что молодые уже не слушают её так, как слушали их родители, но она беспрецедневно, это не просто популярная исполнительница, даже самая популярная, она каким-то странным образом вобрала в себя время. и поэтому с ней не боятся заводиться по-настоящему, не дают ей статусом, не могут назвать её по-настоящему, ну то есть на юридическом уровне. Да, в газетках и по телевидению они обливают её грязью. Да, какие-то мелкие, абсолютно ничтожные карлики политические или там эта шпана, так сказать, медийная, которая их обслуживает, они что-то там про неё пишут, ну кому это интересно? У всех людей в голове всё понятно. Её любят, ну какие-то там обижаются, эти под воздействием телевидения бросила страну, там я вот знаю, видел несколько таких реакций. Ну слушайте, Россия пребывает в сложном внутреннем положении, люди, многие растеряны, не понимают за что хвататься, телевидение по-прежнему оказывает колоссальное влияние, пропаганда, она сродни религии, в неё верят, знаете, это вопрос выбора веры, ну словно говоря, в религиозных войнах никто не слышит аргументов разума, просто верят в свои догматы, вот и всё, а это такое для них, по сути, религиозная война, вот и всё, и оказалось, что одна из их икон внутренние, она вдруг, так сказать, с другой стороны тоже, вот просто она заговорила о том, о чём не говорит церковь, призванная говорить, вроде бы только и об этом, о милосердии, о том, что война это ужасно, она сказала об этом, что это за чудовищная вообще вещь, а в этой ситуации русская православная церковь на уровне своих руководителей, конечно, были и есть, честно, священники, которых отстраняли от служения, за то, что они вместо слова победа использовали в своих молитвах слово мир, представляете, из-за этого их отстраняли от служения, вот она точно так же в своих песнях вместо слова победы начала использоваться слово мир, и это неприемлемо в сегодняшней России, просто неприемлемо, поэтому она не появится по телевидению, пока не изменится ситуация. Друзья, в том числе, благодаря интернет-магазину Гордон Шоп, мы уже закупили для фронта около ста дронов DJI Mavic 3Flymore Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Гордон Шоп это всё связанное со мной, и мои книжки, и конфеты птичье молоко Гордон в шоколаде, и носки, и зефир Гордон, и чёрный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики Береги Кадык, и даже вот такие подушки, много чего, что связано со мной. Приходите в Гордон Шоп, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Вот знаете, сейчас я когда смотрю на то, что происходит с Россией, мне кстати интересно ваша точка зрения на сей счёт, мне становится иногда очень страшно. Что я имею в виду? Милитаризацию в первую очередь образования, потому что назначают таких как Дугин в РГГУ, высшая школа экономики Авакянса, адмирала, который направлял сюда солдат военных убивать людей в Буче, потому что огромное количество создаётся пабликов, где восхваляется Пригожин, Евгений Пригожин, я имею в виду, убитый Путиным или Патрушевым, кем там уже. И огромное такое количество подобных моментов, когда детей направляют 14-летних на производство военное, оборонные заводы, где они всё это изготавливают. У меня такое впечатление, что они действительно готовят на поколение ненавистников Украины и всего человеческого вообще. И это опасно, по-моему. Ну, конечно, опасно. Но опасно всё уже очень давно, слушайте. Но, вы знаете, их все попытки в этом смысле, ну, они очевидны. Но если они уже сделали для себя, приняли для себя все решения, если они перешли все красные черты, если они начали чудовищную агрессивную войну и они наплевали на международное законодательство и они прямо, собственно говоря, так как, в общем, и отвечают на все призывы международного сообщества, то что вы ожидаете внутри страны, задавили оппозицию, заткнули рты медиа, просто закрыли всё независимое медиа и начали разбираться с тем, что их волновало всегда очень. И то, что в России было на самом деле очень сильно, это образование. Образование очень сильное. Они озаботились тем, что огромная часть молодёжи выступала против них. Вы же не забывайте все эти протесты на Болотной. Это были молодые люди, это был креативный класс, это были хорошо образованные выпускники вот тех самых университетов, о которых вы упомянули. И не случайно попытка организовать центр имени Ивана Ильина под руководством Александра Дугина в РГГУ в замечательном университете, это российский государственный гуманитарный университет, действительно очень хороший. Не увенчалось таким уже успехом среди студентов. Студенты оказались намного смелее, преподаватели. Они взяли и написали прекрасную петицию, которая собрала там уже многие тысячи голосов, они опубликовали ее на специальном сайте, где собирают новые, так сказать, новые-новые подписи. И это естественно, потому что, ну простите, Иван Ильин был открытый русский фашист. И ужасный писатель, правда? Ну он просто был ну как бы фашист. Да давайте там, если для страны, которая в качестве одного из аргументов своей агрессии в соседнюю выбрала денацификацию, называть центр в одном из лучших университетов страны именем русского фашиста, ну такая себе история. Ну как бы, ну понятно, что, слушайте, идеологии у них нет. Это тоталитарное государство, в котором идеология в виде религиозной веры в решение вождя. Точка. Он завтра захочет что-то другого, поверьте, и телевидение, и всё прочее развернётся, и найдутся новые адепты. Это не будет Дугин, которого, так сказать, эти студенты не хотят у себя, а будет какой-то другой. Найдётся, потому что, на самом деле, убеждений, что называется, веры, идеалов и принципов нет. Есть обида. Национальная религия России на сегодняшний день обида. Все обижены, их не поняли, не оценили по достоинству, не поблагодарили за спасение мира и жертвоприношение в миллионах людей во время Второй мировой войны, и всё то, с чём они с утра до вечера делятся, и ещё при этом раскололи их великую старую империю, которую они поливали кровью, завоёвывая на протяжении тысячелетий. Я, по-моему, вкратце сформулировал всю эту мантру этой гигантской, так сказать, пропагандистской машины. Вот и всё. Они, на самом деле, вот сегодня исходят из того, что, ну, как бы, в Кремле приняли такое решение. И дальше эта система как может работать. Назначают какого-то адмирала этого авокеанца, вы сказали, вышку, которая до недавнего времени была аналогом лондонской школы экономики в России и выдавала совместно из с ней с лондонской школой экономики дипломы. Но оттуда только повыгоняли всех приличных профессоров знаменитых, которые, в том числе, и создателей этого замечательного... Липсица, да? Да, Липсица шёл. Да многие, слушайте, я не буду называть, потому что люди ещё, многие там в России живут. Ну, многие замечательные, я же говорю, профессора, руководители кафедр, факультетов целых, они ушли. Ну, как бы, тем не менее, там много приличных студентов, которые как-то понимают, что надо в этой ситуации выживать. Я вот знаю по своему опыту, что я же учился тоже в советские времена, и мы же прекрасно понимали. У нас была история КПСС, у нас были эти марксистско-ленинские, или эти, как это, пропагандистские, я не помню, форматы. Мы присутствовали на каких-то собраниях комсомольских и прочих, где нам лепили какую-то билиберду, о которой я уже и не припомню. Всё это вы можете спросить смело у своих родителей, они вам всё это тоже припомнят. Это же было, и тем не менее, мы же выросли нормальными людьми, мы же делили внутренне то, что нам рассказывали эти по указанию партии правительства, и что мы полагали для себя важным. Поверьте, умные студенты разберутся. Я абсолютно убеждён в том, что подавляющее большинство молодых людей точно не заражено этим бредом. Они понимают, что что-то случилось в Кремле, и вместо того, чтобы стать такой страной, которой Россия могла бы стать, и даже была в начале нулевых, ездить по миру, обмены программ, международные университеты, то и сё. В общем, и блистательные молодые профессионалы, которые приезжали после завершения международных каких-то университетов. Всего этого было очень много. И вместо этого вдруг адмирал Вышкин, ну это же мало кому это, поверьте, интересно. А большой учёный в виде Александра Глебовича Дугина, Гелевича, простите. Гелевич, да. Который закончил, кажется, если закончил технику мелиорации, я не знаю как. Ну это... И с коммунизм делал всю свою работу, правда же, у американских учёных. Ну не у американских, это такая геноновская генон, он не американец, он француз, но тем не менее, слушайте, даже вот Ильина, которого мы не вспоминали, он всё равно был крупный философ, он был специалист по Гегелю, по гегельянскому пониманию права. Это, ну, такие были люди, но он был иммигрантом из Советской России, он был очень антисоветским. Но в какое-то время Никита Сергеевич Михалков заразил, судя по всему, Владимира Владимировича Путина именно Ильины, потому что Ильин был, ну, такой как бы, типа, русский националист, как я уже сказал, ну, как бы, близкий к фашистам, и считал необходимым русский фашизм как систему. Ну, вот это они для себя, с одной стороны, они для себя вот такого рода философские концепции могут обсуждать и строить, а с другой, поверьте, всякие мелкие жулики, там, вот это как партийные чиновники в советские времена, как инструктора райкомов и обкомов, делают то, что они могут. Ну, вот, центр имени Ильина в РГГУ, молодцы, ну, и что? Даже если они его организуют, ишь, как это изменит людей, которые занимаются античной литературой, что-то, ну, они будут ходить раз в неделю слушать шизофрению Дуги, но ничего не изменится. Друзья, спасибо, что следите за время этой интереснейшей беседы, пожалуйста, подписывайтесь на все наши ютуб-площадки, Дмитрий Гордон, в гостях у Гордона, не забудьте, пожалуйста, подписаться на Инстаграм, кто еще не читает Александра Роднянского. Александр Ефимович, давайте тогда поговорим вот о чем. Я прочитал интереснейшую статью, такую щемящую, сидящего ни за что, как и Алексея Навальный, которого убили, Ильи Яшина. Я хочу процитировать вам один такой фрагмент, небольшой. Если мы все убежим из России, она никогда не изменится. В какой-то момент необходимо упереться под натиском тирании и держать рубежи. Как вы оцениваете этот вопрос? Я очень уважаю Яшина. Он исключительный человек, изумительный совершенно. Он мне всегда очень нравился, и мне очень жаль, что он в тюрьме. Если бы он уехал, он бы не был в тюрьме и, может быть, делал что-то полезное. Я, к сожалению, я не знаю, честно говоря, я много раз задавался вопросом, зачем отправился Алексей Навальный в Россию. Вот правда. У меня не было никогда этих конспирологических теорий, якобы о договорённости, что его никто не тронет, или о том, что его вытащат, и так далее. Мне было понятно, что, ну как бы, раз они его не добили и отпустили, и сделали, причём отпустили, ну, естественно, по приказу, с разрешения, туда ему разрешили жить за границей. Да, вот за границей живи, там, типа, занимайся, выступай, в общем, ты не в России, тебя нет. Если в России, то прости уже, как бы ты приговорён. И он отправился туда-обратно. Из этого вышло что? Ну, убили или умер, там, мы как бы понимаем, что даже если не убили физически, то довели в этом самом зоне. А Илья Яшин хочет повторения такой судьбы? Не знаю. Он пишет, он пишет очень важно вот о чём, что нужно сидеть и бороться в России с режимом. И он рано или поздно рухнет. И у меня этот вопрос на протяжении двух лет последних, и я на него не нахожу ответа. Вот Путин спровоцировал этот отъезд двух с чем-то миллионов людей политической эмиграции, политической, экономической, по-разному можно, там разные люди уезжали. Но как вам кажется, если бы хотя бы часть этих людей осталась, может быть, ситуация пошла бы по-другому? Ну, так часть этих людей осталась. И как она пошла по-другому? Вы думаете, это два с половиной миллиона это все приличные люди, которые жили в России? Нет же, конечно. В трое, в четверо, в пятеро больше осталось. У кого родители больные, у кого денег нет, у кого нет паспортов, у кого просто никто не решился, а кто живёт в маленьких городах, им трудно выскочить, а у кого там языка нет. И потом, простите, куда русским ехать? Их ждёт кто-то сильно? Им документы дают? Или что? У них, простите, у тех, кто уехали, этих двух с половиной миллионов, тут же закрыли карточки кредитные, им нельзя было пользоваться. В России перекрыли возможность продавать дома, потому что приняли законы, которые там и имущество домов, и так далее, вывозить деньги, они в сложнейшем положении. И при этом документы получать. Кто в Сербии живёт, вы знаете, а Сербия не лучшая для критиков России сегодня страна. И то же самое Казахстан, а в Армении просто кого-то там выдавали, и так далее. Ну, в общем, это всё небезопасная вещь. Очень многие не решились и остались. И поверьте, и среди тех, кто остался, очень много людей, которые ходили на митинги Навального и голосовали против Путина. Ну, против него многие голосовали. И вот все эти результаты, которые, так сказать, выборов у нас в Украине очень часто путают две разные вещи. Тут же, так сказать, обвиняют себя, говорят, что там, вы же голосовали, вот он собрал, а потом говорят, что там нету честных выборов. Так вы определитесь, это демократическая страна или тоталитарная. Если демократическая, то там, да, голосование. А если тоталитарная, то там накидали по разным оценкам от 20 до 30 миллионов голосов. Вот и все ваши, так сказать, исходы. Ну, люди остались, и ничего не изменилось. Я не к тому, что люди не несут ответственность за собственную страну. Несут. Ну, просто в условиях тоталитаризма от народа, условия, от людей, ничего не зависит. У них нет возможности проверения. Нету прессы, нету дискуссии, нету конкурентной политики, нету оппозиции в парламенте. Знаете, у нас очень часто делают ошибку, сравнивая там гипотетическую Майдан, например, даже последний, я уже не говорю там 2004 года, а вот с тем, что не случилось в России. Ну, Майданы даже, так сказать, оба были поддержаны половиной парламента, огромным количеством крупных предпринимателей, ну, большей частью олигархов, частью, ну, конечно, медиа и так далее. Совершенно другая страна. В Украине была в той или иной степени открытая политическая жизнь, настоящая. А в России она мертва, она мертва с точки зрения политической жизни. Ее загнали в какие-то, ну, там, сначала в подполье, а потом забетонировали. И сейчас она забетонирована. И место для высказывания у Яшина такого рода по факту вот только там из зоны он там и оказался. Он туда пошел, он знал, что... Ему давали возможность уехать, кстати сказать. Он несколько раз там в этом говорил. Вот. А потом все-таки его отправили. И я боюсь, что если нынешняя система как бы будет жить, то она туда не дай ему боже и не выйдет. Ну, вы же сами понимаете, как это происходит. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Вот недавно написал замечательное письмо еще один такой очень приличный человек, если вы слышали, депутат муниципальный в Москве был Горинов, Алексей Горинов. Он был один из первых, кто сел. Он сел за то, что на заседании муниципального совета, депутатом, которого он был. Он предложил не проводить конкурс детского рисунка во время войны. И за это он сел. Во время войны не проводить, ну то есть не очень прилично проводить какие-то праздничные мероприятия с детьми, когда погибают дети в соседней стране. Все, ему дали 7 лет. Ему года 63, он больной человек. И вот он пишет письмо судье. Вот вы прочитаете этот документ. Это поразительные силы документ. Он пишет письмо. Раз бы... Вот я помню, вы, наверное, помните, меня. Это я тот человек, которому вы запретили снимать наручники во время заседания суда. Я попросил, снимая. Вот я, наверное, помните, а поскольку по статье такой-то уголовного законодательства судья принесет решение, несет ответственность за решение и дальнейшее за исправление наказания, на исправление подсудимых, несущих наказание, то я вам буду писать и сообщать о своей жизни из тюрьмы. Вот как я живу в тюрьме. Чему я научился? Вот как... Вот сейчас уже прошло почти треть срока мне отпущенного на исправление. Я уже на треть исправился, пишет он. Я научился готовить чефир. Чефир. Выгонять из сахара спирт при помощи хлеба. И так далее. Ну, поскольку ваши коллеги, так сказать, почувствовали, что недостаточно мне одного срока, то они меня подсадили в камеру с двумя какими-то и заставили смотреть телевизор. И записывали тщательно наше обсуждение выступлений Путина. И сейчас я уже иду по статье об оправдании терроризма. И так далее. Вот такая письма. Понимаете? Ну, что в результате с этим вы сделаете? Приличнейший человек, не боявшийся говорить, выступавший, даже с избрана... Он еще из таких, знаете, времен перестроечных. Он сразу, где-то в конце 80-х пошел в депутаты. Ни с ними, по-моему, не прошел в съезды народных депутатов. Но все равно он был таким активным либеральным политиком городского масштаба. Но тем не менее. Вот то же самое и с Яшиным. Приличные люди. Изумительные. На них смотрят... Вот у меня есть ряд моих там товарищей, живущих за пределами России. Они, ну, как бы за Яшиным очень следят, считают его канал и, так сказать, как бы всячески поддерживают. Но боюсь, что это до изменения какого-то внутреннего. Все такого рода режимы меняются изнутри. Они не происходят внутренними переворотами. Я боюсь ненародными революциями. Александр Ефимович, вот вы сказали по поводу Михалкова, что это он, скорее всего, подсунул Путину Ильина, фашиста Ильина. Ну вот человек, который создал «Пять вечеров» родню. Антивоенный фильм, правда же, вот «Пять вечеров»? Конечно. Изумительно. И вот так вот сейчас поддерживать фашистское вот это вот всё, идеологию, направлять, агитировать. Он изначально был фашистом? Или он постепенно стал? Или он вообще таким не является, а просто играет? Ну это не называют они фашизмом для себя, они называют это патриотизмом, как хотите. Но это такая имперскость и есть. Это же и есть имперская матрица. Вот такая, которую не разрушили, к сожалению, после распада Советского Союза. Они не поняли для себя очень многие в стране, в том числе очень либеральные люди, крупные политики, в те времена, когда либеральные партии в принципе влияли на жизнь страны и даже на руководство ее. Они не поняли, что для процветания России, я уже не говорю о мире с соседними государствами, необходимо разрушить имперскую матрицу. А для этого нужно понять и признать права множества народов, составляющих население собственной страны. Я даже сейчас не говорю об украинцах. А как вы думаете, они лучше относятся к Кикутам или Башкирам или Калмыкам? Да нет же. А посмотрите, что происходило недавно с таджиками. Ну, в общем, это сложная история. Понятно, что это касается далеко не всех людей, но на уровне государствам и на уровне людей, которые, так сказать, влияют на государственную политику и которые пытаются как-то складывать для себя идеологию, ничего более путного в их мозгах, чем, так сказать, триада знаменитая графа Уварова времен 19 века, самодержавие, православие, народность, не складывается. Самодержавие получили, православие пытаются возродить в качестве департамента Кремля. Ну, народность, вот как выходит, ну надо... Но Михалков же не идиот. Нет, он очень умный человек, но просто, ну а что вы думаете, граф Уваров был идиот или что? Это же не идиотизм, это своя система координат, они вот так видят мир, они прекрасно образованный человек, и Ильина, он читал не потому, что он там, условно говоря, фашист, фашист, это одна из, условно говоря, грани его жизни, он написал очень много качественной литературы, очень важной, как они считают, для русских, которые, так сказать, они же очень долгие годы считали, так сказать, что еще во время Советского Союза, что самым униженным, самым репрессированным, самым оскорбленным народом есть русские, потому что нет такого народа, их называли россиянами, страна, так сказать, вроде бы, типа, одна из республик Советского Союза, Россия, ну что бы не говорили о нерусском, да ничего, множество народов, и так далее, и так далее, и они всегда, если вы почитаете главных авторов этого, условно говоря, подготовивших этот реванш, каковым является путинское правление, они всегда считали, что бьются за права русского народа, то есть это русский национализм, вкупе, но Михалков, он ответственен за войну? Ну, как и все интеллигенты, которые её поддерживают, естественно, в каком-то смысле, да не в каком-то, а в значимом, он же даже об этом говорит прямо, он не молчит же, знаете, есть молчащие тихо, ну, в силу, кто опасается, кто не хочет мараться, кто, так сказать, не знает вообще, как в этой ситуации выживать, а нет, этот поддерживает, считает очень важным, что это момент реставрации империи, но эти люди для себя в какой-то момент приняли решение, что, ну, как бы мир живых в головах устроен очень просто, была плохая или хорошая русская империя, российская империя, она называлась до 17-го года российской, а в 17-го года она превратилась, ну, как бы, технически с 22-го, но вот это вот, как бы, землетрясение началось в 17-м, в советскую империю, советскую сначала все ненавидели, белые с красными, значит, воевали, но потом, как ни странно, если вы почитаете мемуары очень многих сидельцев советской эпохи, то вы обнаружите, что монархисты начали поддерживать Сталина, вот, например, мемуары льва разгона, и он встречался с монархистами, они говорят, вот Сталин сделал все то, что должен был сделать на роман, объединил, значит, загнал народы на их место, все, это расширил границы империи, усилил армию, перевел ее, значит, начал экспансионистскую политику и так далее, и так далее, то есть, жила огромная империя, развивалась, а потом в силу, ну, возникли, естественно, обстоятельства, объективные сложности, да, они все понимали, что система была неэффективной, но предатели внутренние, главный из которых был Горбачев, были шпионы, типа Александра Яковлева, они же называли его шпионом, это секретарь ЦК КПСС, второй в правительстве, Горбачев, ответственный за идеологию перестройки во многом, приличный человек, которому они считали, что завербовали ЦРУ во время его службы послом Советского Союза в Канаде, вот, и это прямой там враг, это агент, а вот, значит, Горбачев, значит, предатель, то ли по убеждению, то ли по глупости, ну и потом куча предателей, всех этих либеральных, негодяев и прочее, 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 поэтому, значит, предательством страна была разрушена вопреки международному законодательству, ну послушайте их, они же это всё исполняют, вот, и появились вот все эти международные государства, которые, ну как бы, специально сделаны, ну как бы, были рождены для того, чтобы унижать Россию и, так сказать, окружать её, значит, естественно, враги там имели значение, всегда в Украине, американцы, в первую очередь, это они всё устроили, борьба идёт с ними, и сейчас, говоря проще, они возрождают империю, Путин, на Путине лежит миссия, он же миссионер, он же такой православный мистик, если хотите, вот, вот, не случайно он там ездит, на какие-то там эти, и на Влаам, или куда-то там, другие там, монастыри, у них есть места сбора, вот, я недавно читал материал, об очень интересном, там, Новогородской области, Дивеевский, Дивеевский женский монастырь. Да, в Дивеево, в Дивеево они ездят туда, собираются, это очень для них показательно, а я встречался с огромным количеством питерских людей, которые входили в клубы, там, Новоафон, они ездили все Новоафон, большими компаниями, то есть, если в ельцинские времена вся элита играла в теннис, и это было главным, так сказать, делом, в теннис, там, смотрели кино, рассказывали анекдоты, ну, была такая живая жизнь, вполне себе не сильно отличалась от любой другой страны, то эти вот на полном серьёзе, они восстанавливают империю, на Путине лежит миссия, миссия возродить условно Советский Союз, вернее, Российскую империю, они не любят Советский Союз, и Путин очень не любит Ленина, прежде всего за разрушение империи, а вот как-то, как я понимаю, с уважением, судя по текстам, относится к Сталину, тоже без особого пиетета, но с уважением, потому что империю возродил, вот это главная ценность, империя, он сидит в кабинете, на стене которого портреты всех императоров, и, извините, императоров под названием генеральной секретарей, то есть руководителей России, и для него очень важно, чтобы вот следующий портрет, который будет его, у следующего, условно говоря, императора России, был связан с тем, что он ушёл, возродив огромную империю, и план, как я понимаю, я не большой специалист, ровно в том, чтобы он это сумел сделать, потому что Украина главное, что стоит на пути этой идеи, всё остальное, вот если представьте себе, они начнут что-то похожее, что делают в Украине, в Казахстане, или других, независимых государств, займёт очень мало времени, ну очень мало времени. Александр Ефимович, если так спросить у вас попарно, что называется, вот меня поражали Миронов и Машков, я не понимаю, вот вы говорите, можно было помолчать, почему не помолчали? Тот же Машков, вообще, ну такая карьера Америка, слушайте, вернулся, Единая Россия, сейчас зигует, Миронов в этот Мариуполь поехал, что с ними не так пошло? Ну это, я бы не ставил их рядом, они разные очень люди, я очень, я вам скажу честно, я очень не люблю обсуждать знакомых для себя, и тем более тех, с кем дружил или работал, ну я очень в тёплых отношениях был с Мироновым, работал с Машковым, ну как бы это разно, я вот ограничиваюсь тем, что скажу, это очень разные люди. Машков, во-первых, уверовал, он же, вы же видите, он же не просто выступает, это не потому, что он боится чего-то, вот такой серьёзный мужик, который принял для себя решение, он, ну знаете, есть огромное количество людей, которые жили в Америке, её ненавидят, или живут и ненавидят, ну вот так, и он прожил там какое-то количество лет, и она ему не нравится, ну просто не нравится, и я понимаю, что многим людям она может не нравиться, там это действительно не, так сказать, масса вещей, которые далеки от нашей ментальности, и для того, чтобы, ну условно, чтобы их понять, оценить, принять, нужны определённые силы, такая внутренняя духовная работа. Он не принял, не захотел, его главная, так сказать, аудитория дома, он снимается, в огромном количестве снимается, выбирая сам проекты, которые ему нравятся, и он базово верит вот в то, ну это же очень заманчивые идеи, которые они проповедуют, империя, так сказать, Россия, язык, мы один народ, действительно, какие он верит, они верят какие-то люди, вот типа, него, что в Украине есть какие-то националисты, которые не дают очень хорошим людям жить так, как они бы хотели, и так далее, и так далее. Ну, короче, он из верующих, а Миронов выживает, вот и вся разница. А без рюкзов, что они делают? Они же не выживают. Певцов — это религиозный фанатик, слушайте. Да вы что? Конечно. Певцов — религиозный фанатик, он следит за, он бросается на всех. Я его не люблю, я о нём говорил несколько раз, как бы очень… Просто знаете, почему меня это поражает? Потому что и Певцов и Безруков когда-то снимались в очень таких явных, вот если мы говорим о «Бригаде», о картине, да, о сериале, и если мы говорим о бандитском Петербурге, что тоже является романом по большому счёту, да, сериал — это роман, то это же на самом деле те картины, которые показывали, как чекисты вместе с бандитами уничтожают всю систему, государство, как коррумпируют. Они показывали смысл происходящего, и эти двое не поняли, в чём они играли, вот как по мне. Ну, я не думаю, что они не поняли, они это вещи не противоречат одна другой. Вот это был мир лихих девяностых. Это же и есть ключевые идеологические мантры, так сказать, нынешней пропаганды. Мир лихих девяностых, бандиты пытались захватить страну. Вот в Украине они захватили. А в России всё-таки там приличные нашлись люди в погонах. Вот эта игра, так сказать, вечная казаки-разбойники закончилась победой казаков. Вот и всё. Они на это так смотрят. Они рассказывали в своих фильмах, снимаясь, о времени сложнейшем, через которое проходила Россия. А дальше, условно говоря, приняли для себя те решения, которые они приняли. Вы понимаете, что я сейчас говорю, объясняя их внутреннюю логику, а не собственную. Правильно? То есть мне это, мягко говоря, не то чтобы не близко, это крайне враждебно. Я считаю, это какой-то очень убогой логикой, и, честно говоря, даже глупой, банальной. Но так вот люди в это верят. Если вы хотите в них разбираться, если вы туда смотрите, я стараюсь туда не смотреть, я вам скажу честно. Я не хочу жить их жизнью, я не хочу понимать их обстоятельства, не хочу. У меня нет на это ни сил, ни времени, честно говоря. Я хочу заниматься своим делом, и хватает переживаний с теми, кого жаль, как жертв войны, простите, но значительно больше. Когда я встречаю людей, ну, так сказать, из России, приличных сбежавших, я всегда им рад. Но заниматься тем, чтобы думать, а как там себя чувствует, так сказать, Машков, условно говоря, ну, я точно не хочу. Я вот его дочь, очень уважаю. Она прекрасная, умная, талантливая, яркая, удивительная девушка, молодая женщина, извините. Она ещё сделала замечательный спектакль сейчас, такой как бы надежденный. Это да, ну, мало ли, семьи раскалываются. Это, знаете, очень многие смотрят на то, что происходит, как на продолжение гражданской войны, белый и красный. Она до сих пор идёт. Да, но самое удивительное, что происходит, вы спрашивали в самом начале, что вот, например, два самых, наверное, ярких, отвратительных оба, но ярких представителя вот российской агрессивной мысли за последние вот эти вот 10 лет, я имею в виду Стрелкова, по факту, начавшего войну в Украине, и Пригожина, которым вы меня спросили. Они представляют принципиально разные, так сказать, стороны российского вечного конфликта. Стрелков классический белый офицер. Он белый, по взглядам, он на этом настаивает, он говорит, как белый офицер, он проповедует их эти, единая неделимая Россия в границах империи и так далее. А Пригожин классический красный комиссар. Вот посмотрите на Пригожина, это классика, вот это красный комиссар с этими стальными отрядами из романа Трифонова «Старик», повесть «Старик». Там был этот самый красный комиссар, который лечился от простуды жуткой кипятком, ноги вставил в тазик с кипятком и подливался кипятком. Ну, такие жесткие люди, которые заливали кровью дон. Вот это два разных человека, и вот Россия сегодняшняя свела эти радикальные стримы вместе, и направила на Украину. Александр Васильевич, последний вопрос. Вот если бы я вас попросил, я думаю, что огромная кресть на самом деле людей сейчас ждут какого-то такого совета. Вот назвать три-пять каких-то фильмов, которые сейчас в это сумасшедшее, кровавое военное время могут человека сдержать от какого-то падения, от сумасшествия, от того, чтобы он всё-таки держался, чтобы стержень не ломался, и чтобы действительно как-то сохранить и себя, и семьи, даже в таком военном, но внутреннем мире. Это очень сложный для меня вопрос, потому что очень много фильмов, и так, на вскидку, я люблю чуть подготовиться, но понятно, что есть очень сильный фильм Роберто Бенини, итальянского актёра и режиссёра, получившего Оскар за исполнение главной роли в этом фильме, называется «Жизнь прекрасна». Да. И это фильм об трагических событиях, казалось бы, это «Жизнь в концлагере», но глазами человека, который пытается своему ребёнку, с которым он находится там, не дать понять, где они находятся и что им предстоит. И находят в каждом как бы элементе какой-то жизни какое-то объяснение, которое может укрепить волю к жизни, не ослабить её, а укрепить волю к жизни. Мне кажется, это замечательный фильм. Я вообще очень люблю в этой ситуации, я люблю такие романные произведения, знаете, в которых люди проходят через вызовы времени, понятно, очень драматические, ведомые своим чувством. Ну, условно говоря, например, там «Английский пациент» Миньеллы, прекрасная картина, тоже «Море оскаров», замечательные книжки. И о любви, он как бы ужасно драматичный, но всё равно, знаете, такое подлинное чувство, оно спасает. Или «Индокитай» режиссов «Арнье». Ну, он же тоже, тоже чудовищная война, страсть, падение колониальной системы Индокитая во Вьетнаме. И тем не менее, это такая как бы трогательная человеческая история. Я всегда ищу спасения, если хотите, или укрепления, помощи от таких романов, больших, с мощными персонажами, с настоящими чувствами. Ну, такой не постмодернистские истории на тему, не обличение публицистического свойства, а человечные романы с такими характерами, в которых можно поверить и полюбить. Вот. И вот таких фильмов очень немало, если честно. Они хороши. Их последнее время, их последнее время делают немного, но в них есть как бы укрепляющие. Я когда-то пытался с тем же режиссёром, который делал Инда Китай, режиссом Варния, мы с ним очень близко дружим, много лет уже. Мы и в Киеве снимали этот фильм «Восток-Запад». И это была такая же попытка, мы очень хотели вот в время советской чудовищной империи, но тем не менее, такое самопожертвование, любовь, отношения, предательство, но при этом есть и настоящие подлинные чувства. И какое-то достоинство, истории достоинства. Потому что, мне кажется, в этих обстоятельствах лучше соблюдать, лучше держаться за такие очень важные базовые человеческие ценности, за порядочность, за честность, за дружбу, доверие. Мне кажется, так. Это помогает. И потом дружба, она тоже помогает. Фильмы о дружбе очень, так сказать, в этом смысле имеют значение. Я думаю, что я подумаю ещё со своей стороны и, может быть, опубликую ещё список, но на самом деле очень много прекрасных фильмов. Я думаю, это было бы прекрасно, если бы вот такая публикация, какая-то, топ какой-то, там, 10, 20, 50 фильмов, вот такие времена от вас, это было бы, наверное, чудесно. Да, но многие спасаются из киписки, вы понимаете, бегут от реальности, прячутся. Но эти все фильмы известны, как бы, условно говоря, главный сказочник планеты, это Спилберг, да, и все его Ильяны Джонсы или Ити, это прекрасно. Ну, кто-то такое любит. Вот, но я вот люблю, как я сказал, то, что я сказал, я люблю, мне больше кажется, мне это больше помогает. И в этом смысле очень много качественных сериалов, потому что сериалы, вот это новые романы, и они на данном этапе очень много предлагают замечательных историй и очень сильных историй, и очень аутентичных с точки зрения человеческих переживаний, да, как бы, это же очевидно совершенно, что какая-нибудь «Игра престолов», она, как бы, это вроде бы такая история средневековая, помещенная в условное, ну, так сказать, фантастическое пространство, в котором роль ядерного оружия выполняют драконы, вот, но это очень сильная история про семью, про испытания, вот такие вещи я люблю, и я не боюсь их смотреть во времена, там, войны, мне кажется, наоборот, они помогают, что они рассказывают о людях, которые проходят вот через эти вызовы. Друзья, ну что ж, ждём список от Александра Роднянского, спасибо вам большое, Александр Роднянский, что были с нами, друзья, оставайтесь на всех наших ютуб-площадках, Дмитрий Гордон, гостях у Гордона, подписывайтесь на Инстаграм Александра Роднянского и, конечно же, кликайте на колокольчик для получения дальнейших уведомлений о наших новых видео, их будет больше, больше и больше день ото дня. До новых встреч. Спасибо. Спасибо.